Знаете, пока есть какая-то монотонная работа, я решил затронуть такую тему. Конечно, хайп на китайскую технику сейчас велик, но у меня тема повествования немного другая. По той простой причине, что речь пойдет именно касательно меня. То есть я буду выражать свое мнение относительно своего опыта владения. А речь, точнее вопрос, который будет обсуждаться, звучит так. Почему я покупал себе питбайк и почему в принципе стоит покупать питбайк относительно того или иного? Объясняю. О, оголовка неплохая, кстати. Но это не об этом. Короче, лет, наверное, уже 5-6 назад я себе купил питбайк. В то время, чтобы вы понимали, питбайков на рынке существовало, наверное, сейчас перечислю. Это был Ирбис ТТР, самый первый появился. Потом существовал Питстер Про на 160-м Зонгшене и на 125-м, но очень редко. Существовал Мотолэнд, но Мотолэнд он тоже был на 160-м Зонгшене Мотолэнд Про и на 125-м Литване. Хуя себе. Что-то там по факту 120 кубов, на который хрен на тот момент был найти запчасти. И свою линейку представили широко Кайо в тот момент. То есть был Кайо 160, Кайо 150, Кайо 140 и Кайо 125. И был еще Кайо 125, о, нет, 140, Мотарт, по-моему, он называл себе. Ну, что-то такое. Короче, у него были поворотники, стоп-сигнал. Ну, короче, типа вся светотехника, но, естественно, ни о каком ПТС говорить не приходилось. Почему я его купил? Ну, со своей стороны. Когда все это зародилось, для меня питбайк выглядел как что-то крутое и прикольное. То есть, во-первых, мне было угарно. То есть на тот момент, потому что мало кто знает вообще, что такое питбайк. И это, в принципе, ну, угарная штука, тупо вот покататься, повеселиться. Но, помимо всего прочего, мне было, ну, все это льстило, потому что я смотрел зарубежные на тот момент еще фотки питбайка в тюнинге. И то есть, по сути, ты такой, ну, вот, когда мне, сколько мне было, наверное, лет 20 я купил питбайк, да. И, или 22? Нет, наверное, 20. Блин, это было уже больше. Это было, наверное, 7 лет назад уже. Но не суть. И, в общем, я на него смотрел и такой, блин, да это же реально мини-мотард. Как ты там смотришь, фотки где-нибудь всплывают. Там, хонды, ммм, что у них там? CRF, Yamaha YZ, Yamaha VR, когда переделывают в мотард, там все красиво, никелированное. И все это так круто выглядело. И ты такой, ммм, так я же могу, типа, все сделать то же самое за меньшие деньги на питбайке и, типа, еще и угорать. То есть, у меня была, ну, вот такая вот логическая цепочка. И, в принципе, в принципе, она оправдалась. То есть, я купил свой первый питбайк, там много было стадий, у него сменилось две рамы, он был заколхожен адски, он был потом переколхожен, сделан нормально. Потом, в конечном итоге, я его распродал на запчасти, потому что меня, ну, все это утомило. А поршневая еще живая даже, более-менее, офигеть. Ну вот, короче, меня все это утомило, туда-сюда. И, собственно, я действительно дорабатывал свой питбайк. И в чем примечательно питбайки относительно китайских мотоциклов? Даже тогда, 5-7 лет назад, на питбайк уже можно было купить много, ну, многие детали в доступности. То есть, я вообще познакомился с запчастями на питбайк, и первые запчасти я покупал в питбайк-клубе, когда они еще были в Свиблова. В общем, у меня от переизбытка китайского качества отвалился боковой пластик. Пластик был CRF, я не знал, где его купить, и случайно там у питбайк-клуба еще был сайт просто, ну, ужасающий. И вот я их там нашел. И, короче говоря, я купил пластик, общался непосредственно с Лехой, ну, кто, собственно, является владельцем питбайк-клуба и т.д. и т.п., ну, по крайней мере, на тот момент. Ну и, в общем, он всю эту тему развивал, там, раскачивал и так далее. И так вот. И я, ну, начал смотреть, и он такой, а вот еще есть такие, типа, тюнинные приколюки, такие. И я понял, что то, что я видел на картинках, типа, тюнинные питбайки, похожие на взрослые мотики, что я могу все это реализовать. И, собственно, так и получилось. Там вообще началась история, что я сотрудничал с питбайк-клубом, там писал статьи лютые, ну, иногда полезные, иногда лютые. Они на их сайте даже, по-моему, еще остались. Вот. И все деньги, которые я от этого получал, я всаживал в питбайк. И я получал от этого удовольствие, потому что я, имея малое количество денег на тот момент, мог, ну, заниматься тюнингом. Таким образом я тюнинговал, 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 что-то постоянно дорабатывал. И, ну, потом, как уже сказал, дошел до какой-то точки. Мне все это, ну, перестало нравиться в той степени, в которой было. И я его, ну, питбайк, целиком разобрал и распродал по запчастям. Но при этом за то время, пока я ездил, в целом я особо не жалел. Потому что, да, я там убил три мотора, туда-сюда, но мне это было интересно. И ты мог за дешево, пусть с деталями качества, там, не мировых уровней, но ты мог как-то изучать вообще конструкцию, например, четырехтактных моторов, в принципе. Ты мог, даже если совершая ошибку, довольно за небольшие деньги, в принципе, исправить свою уже ошибку. То есть это поле для экспериментов. А еще более круто, когда ты ставил какую-то тюняху и, ну, что называется, же по метрам, ощущал, что у тебя, да, что-то поменялось. И все это, на самом деле, крайне положительно. Но теперь, что касательно меня, я думаю, в принципе, понятно. Может быть, будут еще какие-то видео на эту тему, если вдруг это кому-то интересно. Ну, например, какой бы питбайк я в итоге бы покупал себе из разряда вот просто ездить и не париться. А скажу наперед, у меня такой питбайк был, я его собирал сам и мне, в принципе, есть чем поделиться. У меня, на самом деле, было за всю жизнь, получается, четыре питбайка. Но это совсем другая история. Опять же, возвращаемся к теме, почему же все-таки стоит покупать питбайк. А знаете, причина простая. Например, я, когда мне было там 14-15 лет, в принципе, не мог и вообще подумать и мечтать, что можно ураганить и что существует такая вот техника, как питбайк. Потому что в моей, скажем так, юности не существовало питбайка. В моей юности, сука, существовал в лучшем случае ZIT-пилот. Это вот прям муа! И куча советского хлама, к сожалению. То есть мне приходилось ездить на этом. Питбайк в этом плане, я вам скажу, несмотря на китайское качество и бомбеж, питбайк в сто раз лучше, чем любая советская техника. Потому что питбайк, ну, некоторые моторы, скажем так, это подошел, завел и поехал. То, на чем ездил я, это подошел, не завел, толкнул с горки, не завел, еще раз толкнул с горки, сломало кольца, пошел перебирать мотор, сегодня мы никуда не едем. Плюс питбайки, несмотря на их какие-то там кроточные размеры и так далее, они позволяют тебе все же какие-то навыки, например, того же эндуро, все-таки иметь. Потому что, ну, на питбайке ты реально можешь, ну, как я ездил, то есть я не спортсмен, я не гонщик, я вот, как из разряда обычный, ну, что называется, пизюк. Вот. Мне было угарно, что маленький вес я могу по всем горкам, не горкам, вот по всем вот этим вот делам вообще ездить без каких-либо проблем. И от этого получать только удовольствие. И даже если что-то у меня ломалось, ну, на тот момент, сейчас как бы цены понятны, что поменялись, я просто, ну, условно ехал в тот же питбайк-клуб, покупал и опять радовался. И самое-то главное, что запчасти на питбайке есть в наличии. То есть, у тебя не надо было искать, уже на тот момент было несколько магазинов, в которых ты мог просто приехать и купить. Да, были редкие детали, которых, ну, которые ломались часто. Например, вот у меня был, когда 150 со стартером, у меня горели генераторы. Один раз сгорели мозги. О, мотор, кстати, не перебирался ни разу. Вот. И, ну, да, я их ждал там недели три. То есть, благо, уже об этой проблеме знали там, в питбайк-клубе заказали их заранее. И вот они у них у первых пришли. И там из первой партии я, естественно, сразу себе забрал несколько комплектов этих мозгов, этих генераторов, стартеров. То есть там, ну, всякое вот такое. И понимаете, вот, если сейчас рассматривать ситуацию, там, в 15 лет, например, ну, вот, я говорю, там, 10-15, питбайк, это на самом деле охрененная штука. Но я ни в коем случае не рассматриваю спидбайк как какой-то спортивный снаряд или что-то вот из такого рода. То есть, ну, я это не воспринимаю всерьез. Я вот именно там дачные покатушки, скажем так, с определенной степенью веселья. Ну, и, наверное, как итог, можно так сформулировать мысль. То есть, определенно, если вы покупаете там себе или вы покупаете своему ребенку, думаете вообще купить питбайк, то да, надо покупать. Почему? Потому что, во-первых, частота поломок не такая уж и большая, а все поломки, которые есть, они известны. Второй момент. Взаимозаменяемость всех практически деталей. Ну, ну, не всех, но большого количества деталей по моделям. То есть, вы там от одного производителя можете поставить все без изменения на другого производителя. То есть, вопрос доступности запчастей. Второй, третий момент. Запчасти. Запчасти почти всегда есть в наличии. Они распространены, они однотипны, вы можете их купить. Четвертое, простота ремонта. Там, ну, оно примитивно. То есть, что хочешь, то и творишь. То есть, я собирал вообще там, у меня половина всяких деталей были из японцев, половина китайский тюнинг, половина то, что мне не нравилось, тюнинг был обычный. В общем, это вот такое вот мешанина, и это все доступно. Доступно в плане, ну, поехал, купил. Это, по крайней мере, было мое время, когда я этим занимался. Я уже давно на питбайках не езжу, и избавился от этого, и, в принципе, не жалею. Потому что, ну, есть определенные моменты. Но, опять же, это моменты возрастные. То есть, и возрастные по твоему уровню езды, и возрастные по вообще восприятию мира в целом. Так что, вот так вот я, наверное, и закончу. И, в конце концов, могу сказать, что питбайки покупать надо. Потому что лучше пусть, ну, там, например, тот же ребенок ездит и учится ездить на питбайке. Но надо следить за тем, чтобы тот, кто на нем ездит, его не запускал и просто не убивал. И тогда эта штука действительно работает долго. Ну, наперед могу сказать, что у меня был питбайк, которого я не лазил и не трогал ничего, кроме карбюратора, свечи и один раз коммутатора, три года. Но я его собирал сам. То есть, три года я подходил, клацал по ножке и ездил. Но какой это питбайк и на каком моторе лучше покупать питбайк, это уже вопрос другой. То есть, это тема для другого разговора, если она будет интересна. В принципе, если темы подобных, ну, диалогов, монологов интересны, то пишите комментарии. И я, ну, как-то буду стараться выпускать, наверное, вот в таком формате разговорном какие-то, ну, такие болталки. А на этом, наверное, все. С вами была мастерская Панк Мотогараж.